Такие встречи представителей мэрии и депутатского корпуса проходят регулярно. В формате оперативного диалога решаются вопросы, с которыми обращаются владимирцы к депутатам. Сегодня одна из тем повестки дня – создание нового общественного пространства в Юревце. Район активно застраивается, а полноценной благоустроенной зоны отдыха там пока нет. Изначально речь шла о территории в районе домов номер 11 и 13 по улице Гвардейская. Однако при разработке проекта возникли сложности. Слишком много там коммуникаций. Основательных детских и спортивных сооружений построить будет невозможно. Поэтому для благоустройства было выбрано другое место. Но и территорию, которую рассматривали изначально, тоже приведут в порядок. Часть этого сквера будет сделана в этом году, в осеченном таком виде. На сегодняшний день заканчиваются его предпроектные работы. И мы планируем, что этот сквер в полном объеме будет сделан для данного квартала в 2024 году. А в этом году мы планируем все-таки сквер в сеченном порядке сделать по улице Гвардейской. По благоустройству этой территории в мэрии сейчас выходят на торги. На работы будет потрачено порядка 14 миллионов рублей. Еще один вопрос, который сегодня обсудили в мэрии, слухи о новостройках в районе улиц Жуковского, Комиссарова и СНТ Текстильщик. Там один из застройщиков планировал построить два 17-этажных жилых дома. Такая перспектива местных жителей не порадовала. И по этому поводу они не раз обращались к депутатам. То, что увеличится нагрузка на текущие детские сады и школы и так далее, то есть то, что не спланировано. В какой-то момент, ну назовем так, да, это подъездные пути какие-то. Ну, то есть, знаете, это такое общее переживание с точки зрения вообще благоустройства инфраструктуры и, соответственно, доступности их на текущий момент детей в те или иные, опять же, объекты социальной инфраструктуры. И администрация города с местными жителями солидарна. Планы по застройке не соответствуют действующей инфраструктуре района. Поэтому мэрия, в том числе по итогам общественных обсуждений, еще в январе этого года отклонила проект планировки.